МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Взрослая борьба за детские жизни, о сложном поединке со страшной болезнью и возвращении надежды на жизнь смотрите в нашем выпуске. Два года в колонии-поселении в Дербенте приговорили руководителя строительной компании. В Дагестан приехал Роскапстрой. В республике началась проверка домов-самостроев на пригодность для проживания. Два года в колонии-поселении Дербентский городской суд вынес приговор в отношении гендиректора и учредителя одной из строительных компаний. Они признаны виновными в незаконном привлечении денежных средств граждан в долевом строительстве многоквартирных домов. Осужденные с 2016 по 2018 года обманным путем завладели 7 миллионами рублей 8 вкладчиков. Арестованные, не имея разрешения на строительство и нарушая закон о долевом строительстве, предлагали потенциальным покупателям вложить деньги возведения двух высотных домов на территории Дербента. 360 домов-самостроев будут проверены на предмет технической безопасности. Федеральное учреждение Роскапстрой проводит проверки состояния многоэтажных домов. Это уже второй этап обследования самовольных построек. В прошлом году Роскапстрой проверял качество 50 домов в Махачкале. По информации Минстроя Дагестана, в региональном реестре числятся 410 самостроев, возведенных с нарушением норм градостроительства. По результатам проверки будет дано заключение о том, какие дома пригодны для проживания, а какие необходимо снести. В Дагестане показатель бесплодия среди супружеских пар вдвое выше, чем в целом по России. Об этом сообщила главная врач Республиканского центра охраны здоровья, семей и репродукции Арсен Хархаров. На сегодняшний день на учете учреждения состоит 25 тысяч семейных пар. Решением проблемы главврач считает применение ЭКО. Сегодня Международный день детей больных раком. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно онкологические заболевания диагностируют у 300 тысяч детей по всему миру. В России число детей больных раком достигло рекордного уровня. Под наблюдением в онкологических учреждениях страны прибывают более 20 тысяч детей. Наш корреспондент Алина Багилова побывала там, где больным детям и их родителям возвращают надежду на жизнь. У вашего ребенка рак. Эти слова разделяют жизнь родителей на до и после. Действительность для каждого члена семьи полностью меняется. Все страхи, переживания, проблемы будто бы отступаются и становятся неважными. Появляется общая цель – спасти близкого человека. У трехлетнего сына Дианы Исмаиловой, которая лечится от болезни, сложное название – острый лимфобластный лейкоз. Диагноз был крайне неожиданным для всех родных. У мальчика все началось синяков по всему телу. Медики сначала думали, что это обычная простуда. Но придя в онкологический центр, диагноз врачей прозвучал как приговор. Дальше все согласно режиму – госпитализации, иммуномодуляторы, капельницы, химия. Сейчас у мальчика ремиссия, но основное лечение еще впереди. Конечно, шок был для всех. И ему он домой хотел постоянно. Но здесь такая обстановка, были другие дети, он как-то привык. Но сначала я пришла, мне тяжело было. А потом я посмотрела на других мамочек. Мы же не одни, как бы другие мамы поддержали, объяснили. Здесь каждого ребенка можно назвать бойцом. Ведь живут ребята совсем не детской жизнью. Отвлечься от больничной рутины помогают разве что мультфильмы, игрушки, раскраски. Что ты там рисуешь? Вот это. Родителям и медикам вместе предстоит спасать маленькие жизни, поддерживать отважных пациентов, бороться с бытовыми проблемами. Все это почти невозможно сделать без веры в победу, в профессионализм, врачей, а иногда в чудеса. Мы к этим деткам настолько привыкаем. Мы живем уже одной семьей. Эти мамочки, они у нас лежат по 5-6 месяцев. И мы становимся как родные друг к другу. Ихняя боль, что-то тяжелое, их состояние – это наше состояние. По статистике, от 3 до 5 тысяч детей в год заболевают онкологией. Если раньше выздоравливало порядка 20% больных, то сейчас по статистике получают надежду на новую жизнь до 80% больных. И каждая очередная история излечения от рака является поводом для оптимизма и веры в то, что излечиться и побороть этот недуг можно. Главное – верить. На сегодняшний день мне не стыдно сказать о наших результатах. При такой высокой заболеваемости нам удается сдерживать смертность. И наша смертность меньше, чем по Российской Федерации. В Буйнакске завершилось строительство моста на автодороге Махачкала-Буйнакск-Гуниб. Он построен взамен старого моста, рухнувшего на железную дорогу в 2018 году при заливке бетона. Длина путепровода составляет 43 метра, габарит – 12 метров. В ходе проекта решены вопросы пешеходного движения, подъездов и водоотведения с прилегающей городской территории. До конца 2020 года в Каспийске будут построены заводы по производству стекловолокна и по переработке и производству полиэтилена. В этом же году, как отмечает Министерство экономики, на инвестиционной площадке также начнут строить еще два других предприятия. Это завод по производству безалкогольных напитков и по переработке мяса. Штраф за невнимание. Прокуратура Сулейманстальского района оштрафовала представителя муниципальной администрации, который не рассмотрел обращение местного жителя. Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ проигнорировал обращение гражданина, который просил принять меры по факту самовольного захвата проезжей части автодороги в селе Герихановское. Весна уже не за горами, но все же МЧС Дагестана просит воздержаться от дальних поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. С 15 по 16 февраля в горах республики на высоте выше полутора тысяч метров будет лавиноопасно. Это была последняя новость в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова